МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал АСИБИСИ, радио СИБИСИ-ФМ. Новости в студии Лидия Молодцова. Вначале коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Разнообразие борьба с исламофобией в 2024 году. Сегодня в рамках мероприятия участники отправятся в Шушу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В отдельной общевойсковой армии прошли первые в 2024 учебном году двусторонние командно-штабные учения с общевойсковыми соединениями. На первом этапе подразделения, привлеченные к практической деятельности, в разное время были подняты по тревоге и выведены в учебные районы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент Турции Реджеп Тайбер Дуган заявил, что не прекратит поддерживать палестинское движение Хамас, и добавил, что Анкара не скрывает контакты с лидерами этого движения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Созданные в Азербайджане и в Армении комиссии по делимитации государственной границы до настоящего времени провели уже семь встреч. Об этом заявили в службе заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева. На данном этапе в рамках деятельности комиссии ведутся работы по созданию нормативно-правовой базы, необходимой для проведения работ по делимитации. В последнее время в армянских СМИ активно распространяется недостоверная информация о том, что земли, принадлежащие 31 селу Армении, якобы находятся под оккупацией Азербайджана. При этом отмечается, что Азербайджан, не признавая этого, требует освобождения своих четырех оккупированных сел. В связи с этим азербайджанская сторона считает необходимым отметить, что до проведения делимитации госграницы заявлять о том, что земли, принадлежащие 31 селу Армении, оккупированы совершенно безосновательно. А что касается четырех неэксклавных азербайджанских сел, оккупированных Арменией, принадлежность их Азербайджану бесспорна, и они подлежат немедленному освобождению. Резня, случившаяся в селах Казахского района в 1990 году, стала одним из первых эпизодов периода оккупации и этнических чисток против Азербайджана. Какова история этих населенных пунктов, и как армяне неоднократно совершали здесь зверские преступления, мы расскажем в следующем материале. Село Баганис Айрым располагалось в административно-территориальной части из Кипара Газахского района. Оно было основано в начале 18 века и ранее носило название «Сейд Айрым». Время от времени село подвергалось нападению со стороны армян, в результате чего вынуждено было изменить свое первоначальное местоположение. Коварные намерения продолжались и в советское время. В 1984-1985 годах Армении было передано 2105 гектар земли Газахского района, а в селе Баганис Айрым ими было оккупировано 42 гектара земли. До оккупации в селе проживало 450 человек. В ночь с 23 на 24 марта 1990 года село Баганис Айрым было оккупировано армянскими вооруженными группировками. Нападая на деревню, армянские вандалы разграбили дома, а затем сожгли их. В трагедии заживо сгорела целая семья. Среди погибших был малолетний ребенок. Меджит Ахмедов, милиционер, охранявший село, также был убит со стороны армянских бандитов. В общей сложности на территории села было сожжено 17 домов. 11 домов разграблено. Таким образом, Баганис Айрым вошел в историю Азербайджана как первое село, которое было оккупировано и уничтожено армянами. Позже армянская агрессия распространилась и на соседние села. Юхарейский пара, Ашагейский пара, Хейремли, Газылгаджилы, Софулу и Бархударлы. 6500 человек были насильственно перемещены с оккупированных территорий. Материальные культурные ценности были уничтожены. Так, в селе Юхарейский пара находились крепость 5-8 веков, храмовый комплекс Шакергала 10 века, Будж 7 века, мост Катыр, мост Казим и другие, которые были уничтожены вандалами. В селе Ашагейский пара уничтожена одна средняя школа, больница, дом культуры, две библиотеки и дома. Мародерству и вандализму были подвергнуты многие исторические и культурные здания в Хейремли, Казылгаджилы, Софулу и Бархударлы. Мировое сообщество стало свидетелем многих войн, но ни в одной из них такой беспощадной резни, пыток и смертей не были применены гражданскому населению. После кровопролитного инцидента армянские бандформирования, которые не понесли наказания за такую жестокость, оккупировали семь сел Газахского района, которые сейчас контролируются Арменией. Эльнур Гаджиев, Си-Ви-Си. В Баку при совместной организации Международного центра мультикультурализма Центра анализа международных отношений, форума межрелигиозного диалога «Большой двадцатки» и Бакинской инициативной группы завершила работу Международная научная конференция. «Защита разнообразия. Борьба с исламофобией» в 2024 году, посвященная второй годовщине Международного дня борьбы с исламофобией. В конференции «Защита разнообразия. Борьба с исламофобией» в 2024 году, проходящей в Баку, принимают участие более 130 ученых из 30 стран мира, эксперты международных организаций, представители духовенства и неправительственных организаций. Выступивший на мероприятии управляющий директор британской организации Sage International Мухаммад Раббани затронул вопрос проявления исламофобии в странах Европы, в частности во Франции, где в обществе царят антиисламские настроения. По его мнению, международное сообщество должно усилить давление. «Правительства некоторых стран Запада проводят исламофобскую политику. Именно в этом направлении мы должны объединить свои усилия. Конференция в Баку создала возможность для встречи ученых, политиков, представителей духовенства на одной площадке. Благодаря этому появилась возможность вместе искать пути решения проблем, доносить до мира свою позицию под тем или иным вопросом». Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы превратились в платформы, пропагандирующие исламофобию и проводящими политику на основе этой идеологии. Об этом, в частности, заявил президент Азербайджан Эльхам Алиев в своём обращении, направленном участником конференции «Защита разнообразия. Борьба с исламофобией» в 2024 году. Многие эксперты также выражали недовольство дискриминационной политикой, проводимой западными политиками. «К сожалению, борьба с исламофобией – это очень сложный вызов. Но мусульмане Великобритании за 50-60 лет создали вполне сильное сообщество. К сожалению, исламофобия встречается сегодня только в быту. Она проявляется на уровне выполнения заказов правительства, а также проводимой ими политики, направленной на дискриминацию мусульман. Это преднамеренная атака со стороны известных политиков. В этом и вся проблема. Я преподаю в университете Эссекса уже 50 лет, и точно могу сказать, что борьба с исламофобией – это очень напряжённая работа. На самом деле, это вина правительства Европы, которому было бы полезно побывать на моих лекциях и услышать об исламофобии, но они просто игнорируют всё, о чём мы говорим на эту тему». Исламофобия в настоящее время является составной частью государственной политики ряда западных государств, считающих себя демократическими. Об этом также говорилось в обращении Ильхама Алиева, направленной участникам конференции. Наряду со своей традиционной политикой неоколониализма, страны проводят политику давления на мусульман и их дискриминации, организуют различные исламофобские кампании. «Дискриминация в отношении мусульман проявляется не только в Европе, но и во всём мире. Такие конференции, как в Баку, участие в них сообщества экспертов помогают нам бороться с исламофобией. Необходимо ещё больше информации, больше разных мнений, если мы действительно не хотим исламофобии в будущем». В резолюции ООН о дне борьбы с исламофобией отмечается рост случаев дискриминации, нетерпимости и насилия, связанных с религиозными убеждениями. Ильхам Алиев в своём обращении к участникам конференции решительно осудил тенденции, которые набирают силу и направлены на дискредитацию ислама, отметив, что Азербайджан, будучи страной, пострадавшей от исламофобии, всегда поддерживает гармоничные отношения между различными культурами и религиями. По итогам двухдневной конференции участники приняли совместное коммунике. Согласно документу, исламофобия имеет глубокие корни в истории европейского колониализма. При этом политика дискриминации всё ещё продолжается в Западной Европе, в частности во Франции. Участники дискуссии осудили осквернение и уничтожение исламского наследия, нападение на культурные и религиозные памятники, в том числе на статую азербайджанской поэтессии Куршит Бануна Таван, установленную в городе Эвиан-Лебен во Франции и демонтированную после акта вандализма при бездействии французских властей. Они также договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества и взаимодействии в сфере борьбы с исламофобией по двум основным направлениям, на политическом уровне и посредством общественной пропаганды, а также на уровне средств массовой информации и академических кругов. Францию можно смело поставить на первое место в Европе, где больше всего проявляется тенденция исламофобии и проводится дискриминационная политика в отношении мусульман. Не сумев навести порядок в своей собственной стране, Пятая Республика охотно вмешивается в дела стран Южного Кавказа. В Азербайджане уже дали ответ. Париж не имеет морального права выдвигать обвинения против Азербайджана. Исламофобия во Франции сегодня является чуть ли не частью внутренней политики. Несмотря на растущее мусульманское население, а их во Франции более пяти миллионов, в стране все еще не прекращаются антиисламские акции. Происходит все это в государстве, активно продвигающем свою модель демократии. Обеспокоенность растущей тенденции исламофобии выражают в том числе эксперты, а также представители духовенства и неправительственных организаций. По их словам, если сегодня французское правительство не изменит свою стратегию и видение исламофобии, оно может столкнуться с гражданской войной в ближайшие 10 лет. Современная политика не отличается ничем от старой политики Франции. Она направлена против оккупации, ограбления мусульманских стран. Плюс того, что она в расследствии, что у нее очень много иммигрантов, мусульманов, она начала тоже нарушать права человека, которые считаются ценности ее и ценности Европы. Начали запретить хиджаб в школах, запретили одевать хиджаб на улице и начали закрывать мусульманские школы разного типа, которые не имеют никакие отношения к политике. Это продолжение войны, война против ислама, она от политики никак не отступит. Мусульмане, проживающие во Франции, в определенной степени подвергаются давлению и дискриминации. Под прикрытием светскости в стране принимают законодательные акты и политические решения, направленные исключительно на ущемление их прав и свобод. На этом фоне можно спокойно назвать исламофобию как одну из главных причин предвзятого отношения французского правительства к Азербайджану. Страна всеми силами пытается дестабилизировать обстановку в регионе. Накануне МИД Азербайджана дал решительный ответ французским провокациям, заявив, что страна, где грубо нарушаются права человека, широко распространены взяточничество и коррупция в законодательных структурах, исламофобия и нападение на мусульман, и где не принимаются меры для предотвращения ряда других нарушений прав человека, не имеют морального права выдвигать обвинения против Азербайджана. Только в одном году факт исламофобии во Франции составила 369 на государственных предприятиях и 197 в частном секторе. И все это происходит в стране, где мусульмане составляют около 10% населения. Независимо от того, что говорит Франция, которая пытается учить весь мир демократии и выступает защитником прав человека в отдельных странах, эта страна запомнится как страна, которая оккупировала территории более 50 стран в разных регионах мира, разграбила их богатство и совершившая преступление против человечества. Франция ведет борьбу не только с представителями других национальностей и конфессий, проживающими в стране, но и с культурными ценностями других стран. Попиющий акт ксенофобии произошел во время новогодних праздников во французском городе Виан-Любен, где вандалы осквернили памятник азербайджанской поэтессе Хуршит Бануна Таван. Такое оскорбительное отношение подтверждает низкий уровень, на котором сейчас находится Франция, стране, в которой давно забыли о моральных ценностях. Пора проститься со своим национальным лозунгом. Свобода, равенство, братство. Тему продолжим с нашим гостем. К нам подключается Александр Кобринский, доктор исторических наук. Александр Львович, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. И разрешите сразу поздравить всех ваших женщин с прошедшим праздником. Всех, всех, всех пожелать здоровья и радости всем. Большое спасибо, Александр Львович. Ну а теперь перейдем к нашей с вами беседе. Что ж, действительно, Франция одна из тех стран, где больше всего проявляются тенденции к исламофобии, проводится дискриминационная политика по отношению к мусульманам. И это несмотря на то, что там проживает свыше 5 миллионов мусульман. Вот как вы считаете, если все-таки Франция не изменит свою политику? Может ли она привести уже к гражданской войне? Я считаю, что проблема исламофобии, она сейчас находится, к сожалению, в самом зачаточном состоянии. Нам еще предстоит пережить ее всплеск. И уже потом, уже потом человечество будет как-то с этим действительно бороться. Сегодня, сколько бы мы с вами не проводили конференции, сколько бы мы не встречались, сегодня общества западные особенно, они не готовы к восприятию чужой культуры. Потому что идеи глобализма, которые проповедуются западом и на котором, так сказать, они пытаются всех убедить в какой-то там демократии или либерализме, они не основаны, они основаны на разрушении традиций, они основаны на разрушении культурных ценностей народов и наций. Чего не скажешь об исламе. Ислам в каждой все-таки стране способствует сохранению и традиций, и обычаи. Как бы дружные страны там не были между собой, исламские, каждый из них сохраняет свою удивительную уникальность. Этим и богато человечество. В этом весь смысл, собственно говоря, традиций и культур различных народов. Мы обогащаем друг друга. А Европа – это мононациональные страны, которые жили в основном в одиночестве, в своем этническом, я имею в виду, практически. И те случайные гости, которые к ним захаживали, они не играли сколь-либо серьезной роли. Чтобы западному миру развиваться, им нужны... Вся их история показывает, что они развивались за счет колоний. И Франция – одна из ключевых стран колониального мира, одна из, так сказать, столпов колониализма в принципе своем. Так вот, и несмотря на то, что туда прибыли из их колоний бывших много людей, исповедующих ислам, общество не готово его воспринять. А те идеи глобализма, либерализма, они как раз-таки направлены на разрушение культурных основ. Ислам в этом смысле препятствует западному миру разрушать культурные основы. Посмотрите, что они сделали со своими, так сказать, религиозными ценностями. Они их просто выкинули все на помойки. Ведь то, что сегодня вот эти все нетрадиционные отношения, нетрадиционные ценности, которые навязываются социуму в Европе, они не предполагают никаких строгих, конкретных правил. Правило только одно. Есть господа и есть их, так сказать, обслуга в той или иной степени, приближающаяся к ним. Другого ничего нет. Франция сегодня терпит огромные проблемы. Во внутренней политике не будем обсуждать, да, это все понятно, там все мы видим, что там происходит. Из Африки ее выдавливают, причем выдавливают ее из Африки совершенно разные силы. Их выдавливают боссы французские, англосаксы, ее выдавливает оттуда Россия, выдавливает Китай. Францию выкидывают на помойку истории, по большому счету. Франция утратила свой суверенитет. И сегодня, когда можно найти официальных виноватых, сегодня назначена Россия. Официально, так сказать, виноватые во всем, что происходит негативного в мире. Но этот путь когда-то будет пройден и понадобится новый путь. Кто там будет следующий? Китай? Или все-таки уже займутся вплотную исламскими ценностями, исламскими традициями? И мы это увидим. Здесь неизбежно. Вопрос, кто раньше, Китай или исламофобия? Примет совершенно чудовищные обороты. Только вот с нашей стороны мира, я не очень большой специалист по Африке, но вот с нашей стороны мира, все-таки только две страны, я много раз уже высказывал эту мысль, только две страны знают и христианство, и ислам, и ряд других религий, не буду все перечислять. Это Россия и это Турция, фактически являясь зеркальным отражением друг друга. Так вот, ситуация такова, что, вот я все время говорю, в России, например, было только два татарских царя. Да, они были христиане, но это все-таки другой этнос, это другая культура, близкая к исламу. Турция, она в принципе находится на территории бывшей Византии, то есть христианского государства. И там нет, в этих странах нет проблем между, как ужиться людям. Вся остальная Европа, вся остальная, вот эта вот цивилизационная, так называемая, неверно, кстати, называемая часть мира, она всегда была монорелигиозной. И даже тот, глобальные войны, которые там происходили между католиками и протестантами, в общем-то, это были в рамках одной и той же традиционных каких-то вот императивов все это происходило. Сегодня с приходом, сегодня с развитием транспортного сообщения, путей логистики, вот все вот это вот новое, что вторгается в нашу жизнь с вами, оно способствует передвижению больших масс народа. И сегодня уже невозможно что-то сделать в одной части Европы, чтобы это так или иначе не отразилось на другой даже части света, не говоря уже о части Европы. И естественно, они начнут искать. Сегодня мы ярко видим, как в Европе начинают развиваться идеи неонацизма, национал-язычества. Они развиваются сегодня в пику глобалистов, но неизбежно это приведет к тому, что начнут искать виноватых вокруг себя. Вокруг себя начнут искать виноватыми, и это окажутся виноваты люди с чуждой культурой. С культурой, которой то общество не то, что оно не приняло, оно и не готово ее принять. И это надо очень четко понимать. И надо к этому быть готовым и вырабатывать подходы, так сказать, не только в виде конференций и каких-то, но и иные пути для взаимного сосуществования. По-другому не будет. Иллюзия думать, что можно перевоспитать людей. Что можно перевоспитать людей, я имею в виду с точки зрения их восприятия чужого мира. Человека можно перевоспитать, но только в рамках того, что так или иначе уже было заложено в этом этносе. Ну вот как поступили с теми же несчастными малоросами, которых переделали сначала в украинцев, а потом их, собственно говоря, настрапалили против. Сейчас то же самое попытаются сделать с Арменией, когда их попытаются переформатировать. Но переформатировать их, опять же, в рамках им понятных ценностей. И в рамках им понятных. То есть их будут просто покупать. И много раз с вами тоже говорили на эту тему, что, к сожалению, у меня прогнозы далекие от оптимизма. Вы знаете, да, что, как говорится, чем отличается воинствующий оптимист от пессимист. Когда пессимиста спрашивают, ну как там в следующем году будет, он говорит, хуже не будет. А оптимист говорит, нет, будет, будет, будет. Поэтому сегодня все здравые силы все-таки должны объединяться. Потому что если мы будем так же разорваны, как мы разорваны на текущий момент, когда каждый что-то там обиды припоминает, каждый какие-то там свои интересы отстаивает, мелкопоместные такие вот очень, очень незаметные, тем пользуются те, кто объединены. А англосаксы, они объединены. Франция даже не почувствовала, как она потеряла суверенитет. Ведь кажется, что вот эти вот движения какие-то хаотичные. Это может сложиться неправильное впечатление у наших зрителей, что вот Франция захотела, и она пришла в Армению. Нет, это все очень упорядоченное и очень все плановое с точки зрения англосаксов действом. Они туда их отправляют, они их туда выталкивают с тем, чтобы, как говорится, здесь раскачать регион, у самих сил уже не хватает. У них проблемы на Ближнем Востоке, у них проблемы вот у края российского государства, у них проблемы в Тихоокеанском регионе, у них проблемы там на ближайших каких-то там своих островах. То в Гаите какая-то бардак случится, кто там и в Венесуэле им не вживу, кто-то революцию проведет свою, так сказать, да, отвергнет их диктатора. И это все вот, у них сил не хватает. Поэтому появляются их вассалы, такие как Франция, такие как Германия, которые, люди утратили свой суверенитет. И дальше они будут выполнять те команды, которые им прикажут оттуда из-за океана. А им прикажут, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что нужен хаос. Хаос, контролируемый хаос. И когда Блинкин, ну, тот же самый сегодня выступает и говорит, вот Украина нанесла поражение России военное, экономическое, дипломатическое, при этом обратите внимание на его лицо. Его лицо абсолютно тоскливо грустное. С таким лицом не объявляют о каких-то поражениях. Посмотрите на Макрона внимательно, когда он что-то говорит, неважно, говорит он по Армении это или по какой-то там африканской стране. Во-первых, выражение лица всегда неудовлетворенное. И мы видим, что человек мучается, человек войдет в историю как один из самых непозитивных президентов Франции, который обрушил великую Францию, свел ее до состояния какого-то там прихвостня англосаксонского двора. И он пытается хоть что-то где-то сделать. А как сделать? Ума-то не хватает сделать это все по-человечески. И в своей стране мы видим все больше и больше принимаются мелкими шажками. То запретят платки носить в школах, то там еще какие-то введут ограничения, ограничения. Это маленькие ограничения и пока незаметные. Но все это в конечном итоге, вы правильно говорите, приводит к расцвету исламофобии. И готовится почва для вот этой исламофобии как таковой, готовится почва для уничтожения следующих людей. Посмотрите, что они сделали со славянами в целом. То есть, смотрите, сейчас вырезают славян. Потом придет очередь, так сказать, следующей группы населения. И постараются это сделать руками. Опыт-то набирается руками в самих же, так сказать, исламских государствах. Натравят кого-то на Иран. Иран на кого-то натравят. Это уже, говорится, география всего-навсего. И поэтому надо быть очень бдительными. Не поддаваться на какие-то иллюзорные проекты, которые предлагаются тем бывшим цивилизованным миром. А цивилизацию-то, я бы еще раз говорю, они получили как? Получили путем подавления других народов. Эксплуатации. А дальше все строго по Ленину. Нравится нам Ленин или не нравится. Ну, дальше все строго по Ленину и по Марксу. Вот, все. Обыкновенный капитализм. И если бы китайцы столько лет эксплуатировали так страшно мир, они сейчас бы процветали. Если бы Азербайджан эксплуатировал мир так, как эксплуатировали французы, сейчас бы Азербайджан был бы на их месте, месте Франции. Ну, кстати, те, кто там бывал, вам тоже скажут, что жизнь там, в общем, не сахар для местных людей. Александр Евгеньевич, большому спасибо за ваш комментарий. Спасибо, что подключались к нашему эфиру. Всего доброго. Я напомню, что на прямой связи со студией был Александр Кобринский, доктор исторических наук. А мы продолжаем выпуск. Нынешние реалии показывают, что сегодня без участия Азербайджана не проходит обсуждение важнейших геополитических вопросов в мире. Один из них – проблема изменения климата. Пути ее решения будут искать на 29-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Баку – КОП-29. В течение двух недель столица Азербайджана примет около 80 тысяч иностранных гостей, которые соберутся ради одной цели – достижения решений воеми будущего. 2024 год обещает быть богатым на проведение в Азербайджане мероприятий мирового значения. Одно – 29-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – КОП-29. Задача одна – достичь консенсуса и принять ряд решений на благо устойчивого будущего планеты. «Это действительно важный вопрос не только для Азербайджана, но и всего мира. КОП-29 – это огромная возможность для страны еще раз доказать свой возросший авторитет. Необходимо иметь план действий, чтобы сделать этот мир лучше. И Азербайджан – это лучшая площадка. В Организации Объединенных Наций все едины во мнении, что сегодня миру необходимо принять меры для достижения целей в области устойчивого развития». Организация КОП-29 демонстрирует готовность Азербайджана активно участвовать в глобальных усилиях по сохранению окружающей среды и устойчивому развитию. Значение конференции особо подчеркивается в свете распоряжения главы государства Ильхама Алиева об объявлении 2024 года «Годом солидарности во имя зеленого мира» в приоритете политики Азербайджана, которая на две недели станет основной климатической площадкой мира, поспособствовать снижению выбросов парниковых газов в атмосферу. Страна нацелена на сокращение выбросов газов на 35% к 2030 году и на 40% к 2050 году. «Консолидация всех мировых стран в рамках этой конференции очень важна, потому что, чтобы, во-первых, привлечь внимание к этому вопросу, к снижению эмиссии парниковых газов. Но мы говорим об углекислом газе, но метан не менее опасный парниковый газ. Почему? Потому что метан поглощает тепло в 25 раз больше, чем углекислый газ. Помимо этого, имеются и другие парниковые газы. Да, их эмиссия не такая значительная, но они еще большие поглотители тепла. Значит, соответственно, если все эти газы антропогенного происхождения, то есть в результате человеческой деятельности возникают… Азербайджан преуспел в вопросе развития возобновляемых источников энергии. Потенциал зеленых энергий в стране оценивается почти в 200 гигаватт. Зоны зеленой энергии созданы также на освобожденных территориях. К 2050 году планируется превратить эти территории в зону чистых нулевых выбросов. С учетом немалых достижений в этой сфере, Азербайджан станет незаменимым шансом продемонстрировать всему глобальному мировому сообществу свои успехи в политике производства возобновляемых энергии. Жаля Гусейнова, Сибиси. В отдельной общевойсковой армии прошли первые в 2024 учебном году двусторонние командно-штабные учения с общевойсковыми соединениями. Основное внимание было уделено тому, что под сильным воздействием радиоэлектронных средств противника превентивными ударами была сломлена его наступательная решимость. Задействованные в учениях механизированные танковые и артиллерийские подразделения, подразделения ПВО, ВВС и сил специального назначения успешно справились с поставленными задачами. Захватив позиции и важные объекты, подразделения специального назначения заманили в засады и уничтожили резервы условного противника на подступах. В заключении был проведен анализ деятельности, выполненный привлеченными к учениям подразделениями, указаны недостатки, даны поручения по решению имеющихся проблем и применению полученного опыта в последующих учениях. Переговоры между Азербайджаном и Арменией предполагают установление прочного мира, а не постоянного. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Рарат Мирзаян в интервью телеканалу TRT World. Он также подчеркнул, что переговоры по проекту мирного соглашения между Баку и Ереваном продолжаются. Но, конечно, не обошлось и без надуманных обвинений азербайджанской стороны. «Паку и Еревану удалось договориться по многим вещам, но есть ключевые вопросы, по которым позиции сторон отличны», заявил министр иностранных дел Армении Рарат Мирзаян в интервью телеканалу TRT World на полях дипломатического форума в Анталии. Он отметил, что в ходе последнего раунда переговоров лидеры двух стран подтвердили, что преднают территориальную целостность Азербайджана и Армении и согласились провести дальнейший процесс делимитации на основе границы в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года. Однако традиционно армянская сторона не упустила возможность выдвинуть Азербайджану необоснованное обвинение. Мирзаян заявил, что Азербайджан имеет территориальные претензии к Армении. Говоря о площадках переговоров, Мирзаян заявил, что любая из тех, что уже была или может быть предложена, конструктивно. Важно лишь, чтобы посредник имел сбалансированную позицию. Еще одной темой переговоров стал вопрос торговых коридоров и открытия границы между Арменией и Турцией. Армения не только заинтересована, но и готова стать частью новых международных логистических и транзитных маршрутов, заявил Мирзаян. Существует прямая зависимость между открытием границы между Арменией и Турцией и развитием торговых отношений. Можно спорить, что больше повлияет одно на другое. Но я считаю, что если мы откроем границу, деловые отношения будут развиваться. Многое сделано, многое обсуждается. По некоторым вопросам мы пришли к согласию, но они еще не реализованы. Например, открытие границы для граждан третьих стран и граждан Армении и Турции с дипломатическими паспортами. Это было согласовано, но, к сожалению, пока не реализовано. Мы надеемся, что это произойдет в ближайшее время. Не обошел стороной Мирзаян и желание Армении вступить в ЕС. С момента развертывания гражданской миссии ЕС на условной границе Азербайджана и Армении напряженность заметно снизилась, заявил глава МИД. Однако на практике мы видим совершенно противоположное. Гражданская миссия, призванная следить за порядком на условной границе, на деле занимает однобокую проармянскую позицию. Нельзя не упомянуть и западных друзей Армении, которые способствуют разжиганию вражды в регионе. Франция, поставляющая вооружение Еревану, а сейчас еще и Греция и Индия, которые хотят создать с Арменией коалицию, лишь оттягивают мир. И, как видно, заявление Армении о желании мира с Азербайджаном – лишь слова. О какой мирной инициативе со стороны Армении может идти речь, если страна до сих пор держит под оккупацией 8 азербайджанских сел? Эллада Мамедова, Сибиси. К другим темам. Премьер-министр Израиля Бениамин Нитаньяху и его команда поставили себя в один ряд с Адольфом Гитлером Бенито Муссолини. Об этом президент Турции Реджептей Пердуган заявил на 53-м съезде Генеральной Ассамблеи Фонда распространения науки в Стамбуле. По его словам, 7 октября 2023 года в результате атак Израиля в секторе Газа погибли свыше 32 тысяч палестинцев. Анкара продолжает прилагать усилия к тому, чтобы Израиль предстал перед уголовным судом в соответствии с международными законами. Мусульманские страны с общей численностью населения, почти в 2 миллиарда человек, не выполнили свой братский долг перед палестинским народом в истинном смысле этого слова. Преступлениями против человечности, совершенными в секторе Газа, Нитаньяху и его команда приписали свои имена в один ряд с именами Гитлера и Муссолини, как нацисты нашего времени. Турция активно участвует в предоставлении гуманитарной помощи палестинскому народу, заявил Реджептей Пердуган. 7 октября прошлого года Турция отправила жителям сектора Газа 40 тысяч тонн продовольствия. Реджептей Пердуган также добавил, что к порту египетского Эль-Ариша должно причалить судно с 3000 тонн гуманитарной помощи, отправленной днем ранее для жителей сектора Газа по линии турецкого красного полумесяца. Палестинские группировки являются главными свидетелями усилий Турции, направленных на поддержку борьбы палестинского народа. Страной, которая поддерживает Палестину на самом высоком уровне, несомненно, является Турция. Анкара твердо поддерживает палестинское движение Хамас и спокойно проводит с ее лидерами обсуждения на любые темы. Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание, посвященное последним событиям в российско-украинском конфликте. Великобритания заявила о полной поддержке Киева и выделении ей дополнительной помощи на сумму в 325 миллионов фунтов стерлингов. Совет Безопасности ООН провел 8 марта экстренное заседание. Встреча была запрошена по инициативе украинской делегации в связи с недавними ударами по Одессе, где ранее, согласно представленной Киевом информации, ракета взорвалась рядом с кортежем, в составе которого находились президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Выступая на заседании, официальный представитель управления ООН по координации гуманитарных вопросов Лиза Дотен заявила, что последняя серия ударов по Одесской, Харьковской, Сумской и Донецкой областям демонстрирует, что двухлетний конфликт между Киевом и Москвой продолжает причинять страдания, смерть и разрушение местному населению. США самым решительным образом осуждают российские воздушные удары по городам и критически важные инфраструктуры по всей Украине. Эти действия являются нарушением устава ООН. Действия России не имеют оправдания, и они продолжают вести войну против другого суверенного государства, члена ООН. Одесса стал частой мишенью для ракетных ударов и атак беспилотников, что привело к фатальным последствиям донаселения. Об этом заявил помощник генсека ООН Халет Хиарьи. Между тем, Великобритания подтвердила свою приверженность Украине и объявила об отделении дополнительной помощи в размере 325 миллионов фунтов стерлингов для укрепления обороноспособности страны. «За день до последней атаки России по украинским городам Международный уголовный суд объявил два новых обвинения высокопоставленным российским военным за кампанию ударов по электроэнергетической инфраструктуре Украины. Действия России показывают, что она не заинтересована в мире». В свою очередь, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что высокоточные удары российских ВКС по стратегическим объектам в Украине не несут никакой опасности для мирного населения. По его словам, люди подвергаются опасностям и гибнут из-за того, что ВСУ ставит системы ПВО в жилых районах украинских городов, что является нарушением международных правил. «Господин председатель, мы уже много раз на конкретных примерах доказывали, что высокоточные удары российских ВКС по объектам на Украине, связанным с военным потенциалом киевского режима, не несут опасности для ненаходящихся на них мирных жителей этой страны. Это прекрасно знают и простые украинцы, которые уже не раз могли убедиться в том, что их жизням угрожают исключительно действия непрофессиональной украинской системы ПВО, размещаемой, к тому же, в жилых кварталах украинских городов в нарушении норм МГП. По данным Управления ООН по правам человека, с момента начала конфликта погибли и получили ранения более 30 тысяч человек с обеих сторон». Эльвин Абдулаев, ТБС. Бывший начальник Генштаба Украины Сергей Шабтала уволен с военной службы вслед за бывшим главкомом Валерием Залужным. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Шабталу с поста начальника Генштаба и назначил вместо него Анатолия Паргилевича. Ранее сообщалось, что Залужный в феврале прошел медкомиссию и был признан непригодным к военной службе. Афины готовят реформу армии страны и создание купола против беспилотников. Об этом заявил министр обороны Греции Никас Дендиас. По его словам, в вооруженных силах страны готовится крупнейшая реформа под названием «Повестка-2030». Данная инициатива проводится в связи со стремительным технологическим развитием и последними конфликтами в мире. Целями нового плана являются производство новых вооружений, поддержание выпуска имеющейся продукции и разработка технологий двойного назначения. Министр Греции указал на важную роль дронов в современной стратегии обороны. Он также отметил, что в связи с новыми реформами создается независимый орган, центр инновационного развития. Новая структура будет включать интеграцию больших объемов данных и искусственного интеллекта для расширения обработки информации в реальном времени. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Дональд Трамп – один из мировых лидеров, способных принести мир. Орбан встретился с экс-президентом в Маралага, частной резиденции Трампа во Флориде. По данным CNN, политики обсудили прочность границ для защиты суверенитета Венгрии и США, а также пути решения мировых войн. Виктор Орбан считает, что в случае возвращения экс-президента США Дональда Трампа в Белый дом, конфликты в Украине и на Ближнем Востоке будут урегулированы. По мнению венгерского премьера, возвращение Трампа на президентский пост было бы лучше и для американо-венгерских отношений. Он добавил, что товарооборот между Венгрией и Соединенными Штатами превысил 9 миллиардов долларов. При этом Виктор Орбан в ходе своей поездки в США не запрашивал встречу с действующим президентом Джо Байдена. Белый дом также не предлагал венгерскому премьеру провести переговоры с американским лидером. Это были все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до скорых встреч.